Вы не присутствовали на открытии завода? Слышали всё, наверное? Ну, собственно, что слышать? Вы и так всё знаете. Я вас поздравляю ещё раз уже, скажем, в таком более узком составе. Это хорошее событие и приятное, и очень полезное. Полезное для республики, для всех, кто здесь работает, будет работать, для экономики нашей, ну и для, конечно, строительной отрасли. Материал очень хороший, востребованный. Я уже говорил, выступая в зале, но, собственно, не только партнёрный, руководство завода рассказывали коллеги о том, что это за материал, как он востребован. Он, безусловно, будет полностью востребован на российском рынке. Так что хорошая работа. Я вас поздравляю со стартом. Я без всяких вступительных слов хотел бы начать нашу встречу. Пожалуйста. Так, чтобы мы могли не спеша, а спокойно поговорить по вопросам, которые вас интересуют и волнуют. Уважаемый Владимир Владимирович, ещё раз добрый день. Меня зовут Тарабая Самат Элимысович, генеральный директор компании Cemix. Рядом со мной присутствуют рабочие, инженерный состав и также строители, которые участвовали, от подрядных организаций, которые участвовали в строительстве этого завода. Мы действительно очень признательны вам за то, что вы нашли время в своём плотном графике, смогли выделить время для нас, пообщаться лицом к лицу. Это для нас большая честь. Все мы понимаем, что такая возможность может для многих из нас, это бывает раз в жизни. Для меня тоже. Я тоже в первый раз встречаюсь. Владимир Владимирович, для меня, как для директора завода, меня интересует самый главный, конечно, первый вопрос. Какие у вас впечатления сложились от того, что вы увидели за эту экскурсию короткую, за официальную часть открытия? Появились ли какие-то положительные или, возможно, отрицательные эмоции? Садитесь, пожалуйста. Ну, какие же могут быть отрицательные? Только положительные. Я вижу здесь такой в целом молодой состав, хотя есть, вижу, и люди уже опытные. Но, тем не менее, видно, что люди подбирались не случайно. Что касается самого проекта, я уже начал говорить, собственно, с ваших слов. Вы же мне и рассказывали только что об этом. Единственное, что я хотел бы добавить, ещё раз, вернее, подчеркнуть. У нас очень большие планы в сфере строительства. Вы знаете, да, мы выходим на 80-85 миллионов квадратных метров, мы должны выйти за сотню. Промышленное строительство, дорожное строительство, специальное строительство. И везде нужен материал подобного рода. Он, мало того, что он современный, высокопрочный, эффективный, экологичный. Он ещё, как партнёр ваш говорил, не только сам ничего не выделяет, ещё и СО2 поглощает даже, будет составлять конкуренцию нашим лесам в этом смысле. Поэтому предприятие замечательное, первое. Второе, надо поблагодарить руководителя республики за то, что он создал хорошие условия. Потому что вот я сейчас разговаривал с австрийским партнёром, он явно заинтересован и рассказывал, ну, сами об этом знаете, рассказывал о планах, о их четыре этапа. И общий объём инвестиций очень такой приличный получает за миллиард евро. Первый вот завод, потом вторая очередь, третья. И даже думают ещё об отдельном проекте, можно назвать его четвёртым. То есть это большая, серьёзная программа. Откуда она возникает? Из доверия. Из доверия. Прежде всего, конечно, к тем людям, которые создают условия. В данном случае это руководство республики. Надеюсь, что и менеджмент несёт свой вклад, и рабочий, и инженерный состав. Из этого и всего складывается успех. А без успешной работы не может быть хороших перспектив. Они здесь есть. Так что я вас поздравляю с этим. Пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый вечер. Залия Сергальна, заместитель генерального директора. Одно начальство собрали. В первую очередь хочется вас поблагодарить. Спасибо большое, что приехали к нам в республику. Нашли для нас время. Мы наблюдаем за вами, видим, как много вы делаете для нашей страны, для людей. И сегодня в России и в мире очень широко обсуждается вопрос рабочих профессий. Для нас открывается очень много перспектив, в том числе на такие заводы приходит работать молодёжь. И вы, наверное, слышали, что в этом году в Уфе пройдёт финал национального чемпионата WorldSkills. Хочется узнать, приедете ли вы к нам. И хочется узнать лично ваше мнение касательно важности рабочих профессий сегодня. Что же говорить? У нас ещё давно это повелось. Всё время говорили о том, что рабочий класс у нас ведущая сила политическая. На самом деле это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется. Ну, вы наверняка знаете, это не хуже, а даже лучше, чем я. Вот сегодня для… Ну, есть разные, конечно, подготовки рабочих кадров. И разного уровня люди работают. И разные задачи перед ними стоят. Но в целом тенденция какая? К усложнению рабочих профессий. И уже современный рабочий, он практически не может эффективно функционировать без инженерных навыков. Ведь сегодня рабочие работают и в сфере искусственного интеллекта, и больших данных, и работают с беспилотной техникой. И работа становится всё более сложной, но всё более интересной. Да, и безусловно, вот это движение, к которому мы присоединились, и не так давно, WorldSkills, оно стало хорошим толчком в развитии чрезвычайно важной сферы подготовки рабочих кадров. Это тем более важно, повторяю, что в современном мире успех в всей экономике зависит от хорошо подготовленных и образованных людей на каждом уровне производства. Востребованность таких кадров чрезвычайно высока. Но я хотел бы отметить ещё одну важную вещь, которая связана с движением WorldSkills. Мне кажется, что благодаря в том числе и этому движению не только востребованность, но и уважение к рабочим профессиям значительно выросло. Смотрите, сейчас 60% примерно выпускников школ хотят получить рабочие специальности в техникумах и колледжах. 60%! И это уже о многом говорит. Это очень важно. Очень рассчитываю на то, что и то мероприятие, которое у вас запланировано, пройдёт на самом высоком уровне. Башкортостан может готовить такое мероприятие и проводить. Кстати говоря, по количеству участников и по количеству компетенций, которые будут представлены в ходе этого соревнования, общенационального башкирское мероприятие, будет выше даже, чем мировое первенство, которое недавно проводилось в Казани. Это будет большое мероприятие. Я не знаю, смогу я приехать или нет, но я всегда отношусь к этому, честно говоря, с большим интересом. Поэтому, если удастся, конечно, постараюсь. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Вадим Размахов, директор по продажам. У меня следующий вопрос. За последний год мы ощутили резкий рост цен на покупаемые материалы. Например, металлы подорожали на 50% и даже выше по ряду позиций. А это наши металлоконструкции, транспорт, запчасти и так далее. Упаковка, пластик, древесина – те же 50% и тоже даже выше. Это, опять же, наша упаковка, палеты и тому подобное. К сожалению, наш рынок рынок цемента не позволяет нам повышать цены двузначными числами, как делают наши партнеры. И, конечно, эта ситуация негативна. Но, тем не менее, вы повышаете. Не двузначными. И, конечно, это сказывается негативно как и на нашем бизнесе, так и на индустрии в целом. И, Владимир Владимирович, вопрос. Есть ли у нашего производства планы, как снизить эффект негативной индустриальной инфляции, эффект на бизнес? Спасибо. Да, есть, конечно. Во-первых, пару слов скажу, почему это происходит. Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Ну, и даже субъективные скорее вырастают из объективных. Первая из объективных причин заключается в том, что связано, конечно, с пандемией. Не в нашей стране, а в мире в целом. После сокращения производства, его нахождения достаточно длительный период в такой сложной фазе, во многих странах мира начали применять различные меры стимулирования экономического роста. И в основных, в самых больших экономиках мира не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику. В развитых экономиках восстановление идёт быстрее, чем в развивающихся. И идёт оно быстрее именно за счёт того, что эти экономики, центральные банки кредитуют как бы своё производство. Вот в Штатах, по-моему, если меня поймёт не изменяет, до 15%. Это ведёт к инфляции. Вот в тех же Штатах, почему я о них говорю, не потому что хочется их ущипнуть, совсем нет, а потому что это одна из крупнейших экономик мира, и всё, что там происходит, влияет на экономику мировую в целом. Ну так вот, у них плановый показатель, ну не плановый, а целевой, там был под 2% инфляции, сейчас она 5,5 к 6 двигается. Это очень много для такой экономики, как Штаты. Это отражается на всей мировой экономике. Примерно то же самое происходит и в Европе, в странах Евросоюза. От инфляции, что такое инфляция? Это рост цен. Значит, соответствующим образом происходит реагирование по отдельным отраслям, в том числе и в металлургической промышленности. На мировых рынках выросли цены на металлургическую промышленность. Поскольку у нас открытая экономика, и наши производители металлов, они, конечно, стараются извлечь максимальную прибыль из той конъюнктуры, которая сложилась на мировых рынках. Они туда и вытаскивают эту продукцию. Это ведёт к недостатку, к дефициту этой продукции на внутреннем рынке и, соответственно, к росту цен. Это такая, в общем-то, специалистам известная, я вам ничего такого секретного здесь не рассказываю. Это то, что реально происходит. Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем. Вот правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные. А полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому вот этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности. Поэтому правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. И в целом это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику. Пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте. Гузельен Бердина. Здравствуйте. Владимир Владимирович. Мы каждый день следим за результатами наших спортсменов на Олимпийских играх. Несмотря даже на то, что они выступают не под флагом Российской Федерации. Гордимся жителями республики, что становятся чемпионами. Уже привыкли к музыке Чайковского. Но победа наших помогает. Пускай в мире знакомятся с российской классикой. Владимир Владимирович, у меня вопрос такой. А когда на Олимпиаде будет звучать наш гимн? И, кстати, как по-вашему, может ли Уфа претендовать на звание Олимпийской столицы? Что касается гимна, флага и так далее, я считаю, что решение арбитражного спортивного суда всё-таки в известной степени имеет политическую окраску. Почему? Потому что, когда мы говорим о допинге, то всегда, такая была до сих пор мировая практика, имелось в виду отношение конкретного атлета, конкретного спортсмена или его тренера к этому, и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна. Здесь почему-то решили, хотя ведь во многих странах это с допингом сталкивается, ну, вело в спорте, посмотрите, там и в гостиницах ловят с этим допингом, там и на трассах, и чего только нет, во всех странах. Здесь, мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять вот этому политическому давлению. Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступлений наших спортсменов. И я думаю, что они, наши атлеты, своими выступлениями как раз лучшим, самым лучшим, наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт, они ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то не имеет никакого смысла. Ну, вот мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но в форме наших спортсменов, как мы видим, значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова. Ну, не знаю, пусть служит музыку Чайковского. Но, конечно, повторяю ещё раз, на мой взгляд, это решение явно с политической окраской. Что касается будущего, то эти ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что, начиная с этого момента, пройдут все потоки как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере. Тогда мы можем ставить вопрос и о проведении крупнейших международных соревнований. Мне кажется, что сами спортивные мировые организации, в том числе и Международный олимпийский комитет, заинтересованы в том, чтобы одним из участников и претендентов на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия. Потому что мы самым блестящим образом показали, что мы умеем делать это на высочайшем уровне. В этом смысле Башкортостан, конечно, может претендовать на проведение соревнований самого высокого класса. Но, насколько я знаю, вот сейчас должны пройти юнерский чемпионат мира, по-моему, по спортивной борьбе в самое ближайшее время. И уверен, что Башкортостан покажет, что он в состоянии на высоком уровне проводить такие мероприятия. Добрый вечер. Стариков Евгений, замдиректора. Нам, как и многим жителям региона и России, часто приходится путешествовать между городами. И, например, путешествие из Уфы в Магнитогорск на автомобиле занимает 5 часов, на поезде около 8. А самолетом можно добраться только через Москву, это пара неудобных по времени рейсов. А, например, Аэрофлот перестал, к примеру, в Уфу летать. А Магнитогорский аэропорт закрывают на реконструкцию в ближайшее время. Как же нам летать теперь? И решение проблемы видится в развитии малой авиации. Это может дать большой прирост развития транспортной сети регионов и России в целом. Ну и также дополнительные плюсы, как большая польза для тушения лесных пожаров, и также медицинская малая авиация и прочие. Вы абсолютно правы. Какие есть в эту сторону движения, может быть, перспективы? Да, есть перспективы и движения, есть программа развития малой авиации. И создана, во-первых, компания региональная, которая будет заниматься перевозками между регионами. И есть соответствующие планы производства российской отечественной техники для региональных перевозок. В самое ближайшее время эта техника появится на линиях. Что касается полетов отсюда, я вчера только, то есть, извините, сегодня с коллегами разговаривал. Вот реконструкция полосы в Магнитогорске, она будет проводиться поэтапно. Она достаточно большая в Магнитогорске, три с лишним тысячи метров. Поэтому сначала будет ремонтироваться одна часть, и с той части, которая не ремонтируется, полеты будут продолжаться. А потом будет ремонтироваться вторая часть, и полеты тоже будут продолжаться. И, как мне сказали, надеюсь, так и будет, только в течение полугода, когда ремонтироваться будет центральная часть, полеты прекратятся. Но я думаю, что те, кто пользуются аэропортом Магнитогорске, они должны порадоваться тому, что он будет реконструирован. И полоса будет реконструирован, и пассажирский терминал будет реконструирован. Это будет современный, абсолютно современный, отвечающий всем требованиям 21 века, терминал и полоса. Поэтому немножко нужно потерпеть, а вот «Ласточка» будет ходить до… уже, по-моему, ходит и сократит движение до ближайших аэропортов. Малая авиация – это чрезвычайно важное направление. Для развития авиационного транспорта вы абсолютно правы, но такие планы, они свёрстаны и реализуются. Надеюсь, все это почувствовать в самое ближайшее время. Пожалуйста. Добрый вечер. Булатова Розальта Жблатна, ведущий специалист. Владимир Владимирович, по Вашему поручению был принят закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи межпоселковых газопроводов. Нас, конечно же, как жители района, интересует этот вопрос очень. В нашем Абзиловском районе активно ведутся строительства индивидуальных жилых домов. Но на сегодняшний день более двух тысяч домов остаются негазифицированными. Это, например, деревня Даутова. Это целый микрорайон, около 360 домов. И вот хотелось бы узнать, когда Ваше поручение вступит в силу? Оно уже вступило в силу, и более того, вся работа должна быть завершена не позднее конца 2022 года. Вопрос только в чём? В том, что речь идёт о тех населённых пунктах, где есть, по-народному, по-простому сказать, труба, где проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, до домовладения газ должен быть подведён бесплатно. Вся работа внутри участка – это, разумеется, за счёт собственника. Но и здесь правительство сейчас подготовило, уже приняло решение, по-моему, для того, чтобы минимизировать расходы. Здесь цены, к сожалению, тоже сразу подскочили, и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения. Поэтому я очень рассчитываю на то, что первая часть бесплатна, а вторая – с минимизацией и с содержанием цен на реализацию проекта внутри домохозяйства, всё-таки будет существенным поспорьем для людей для того, чтобы осуществить эту газификацию. Повторяю, но речь идёт только о тех территориях, где есть газовая труба. Всё остальное будет делаться в рамках региональных планов газификации. До конца 2022 года работа должна быть закончена. Выбран уже федеральный оператор – это «Газпром». Но, к сожалению, пока, ну не к сожалению, просто коллеги ещё не успели, не везде есть региональные, определённые региональные операторы. Уверен, что это будет сделано в самое ближайшее время. Не знаю, радио, у вас региональные операторы выбрали? Так точно, Владимир Владимирович. Мы уже создали региональный штаб, потому что идея такая. Вот это называется догазификация. Значит, мы понимаем деньги, какие нужны, мы понимаем источник. Мы с нашими коллегами, с нашими «Межрегионгаза» уже проговорили. Поэтому «Межрегионгаз» занимается этой проблематикой. Поэтому мы уже, в принципе, определили поэтапно, где мы будем доводить эту трубу до домовладения. Поэтому здесь, ну, немножко потерпеть, все уже решения приняты. А вот тот населённый пункт, о котором коллега сказала, это где он находится? Там есть? Тут есть, тут довольно высокий уровень, тут есть, и мы доведём до них. Я отдельно сделаю. Я специально его поднял, чтобы он вслух это сказал. Теперь не отвертится, теперь сделай. Сделаю, Владимир Владимирович. Спасибо. Добрый вечер. Ирина Жигалёва, руководитель проектов. Владимир Владимирович, вы наверняка знаете, слышали, что Башкирия, помимо своих богатых минеральных ресурсов и природных, славится своим мёдом. Башкирский мёд, он действительно натуральный, многообразный, а липовый – это вообще уникальный продукт. Липовый в смысле? Липовый мёд. Да, но не в том смысле, что в поддельном. Не в том смысле. Мне эта тема близка, у меня супруг увлекается, поэтому про пчеловодство наслышано из первых рук, скажем так. Это очень сложная отрасль, хрупкая, которая зависит от многих факторов – человеческих, природных, техногенных. Вот хотелось бы понять, есть какие-то программы поддержки, разрабатываются, существуют. Так закон же принят. Вам муж не сообщал об этом? Ну, да, видимо, ещё не совсем. Ну как? В конце прошлого года, по-моему, принят закон о поддержке пчеловодства. Отлично. То есть есть такие программы? Да, конечно. Тогда вторая часть моего вопроса, моей заинтересованности. Готовы ли вы на государственном уровне поддерживать наш бренд «Башкирский мёд», продвигать его не только в рамках страны, но и на международном уровне? А чем мы сейчас с вами занимаемся? Я сейчас публично на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен. Спасибо большое. Пожалуйста. Прошу вас. Извините, а сколько вы производите мёд? Он начинающий пасечник, у него пока 22 хозяйства в количестве. 22 домика этих, да? Да, да, да. К сожалению, не подскажу, сколько это в количественном соотношении. Ну, пчёл… Ну, это не промышленные масштабы. Пчёл с сахаром не кормят? Нет, конечно, что это не башкирский мёд уже будет. Это точно. Удачи передайте, мы самые лучшие пожелания и удачи. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Станислав Ушмаев, мастер по отгрузке, компания CEMEX. Мы с супругой давно уже планируем, в принципе, как, наверное, и многие российские семьи, построить и переехать жить в собственный дом. Поэтому хотел бы задать такой вопрос. Владимир Владимирович, планируется ли дальнейшая реализация программы по… Так, извините, не так часто приходится с главой государства общаться. Не спешите. Дальнейшая реализация программы льготного кредитования для населения. И второй вопрос. Планируется ли распространение программы льготного кредитования, льготной ипотеки для индивидуального жилищного строительства? Спасибо. Ну, вопрос житейский. Вы знаете, мы ввели это льготное кредитование в связи с пандемией, для того, чтобы людей поддержать и строительный сектор поддержать, 6,5%. Но вот мы продлили на год льготную ипотеку, правда, чуть-чуть приподняли процент, до 7%. Но у нас сохраняется, кстати говоря, если уже говорить про льготную ипотеку, семейная ипотека, причём мы расширили её применение и число участников. Теперь даже для семей, у которых появился первенец, ребёнок с 1 января 2018 года, можно взять кредит ипотечный под 6%. А есть ещё так называемая сельская ипотека, там она вообще очень с низкими ставками от 0,1 до 3%. Есть ещё ипотека на Дальнем Востоке, тоже очень льготная. Что касается строительства на ИЖС, жилищно-индивидуальное строительство, то да, я считаю, что и это нужно сделать. Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято, причём по двум направлениям. Она может быть использована, это льготная ипотека, и для приобретения жилья, ну, дома индивидуального, и для строительства. Правда, при условии заключения соответствующего договора подряда, либо с какой-то юридическим, с каким-то лицом, либо с частным предпринимателем. Это можно будет сделать. Я хочу пожелать вам счастья в новом доме. У вас дети есть? Сколько? Двое. Ага. А они школьного возраста? Нет, ещё не школьного. В садик ходит старший ребёнок, а младший... Я почему спросил? Вы получаете соответствующее пособие на детей? Да, конечно, безусловно. То есть всё это регулярно идёт, без сбоев? Да, абсолютно. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо. Удачи вам. Прошу. Здравствуйте, я Гудина Азаля Шапкатовна, главный инженер. Уважаемый Владимир Владимирович, в нашей республике 40% населения – это жители сельской местности. И сравнивая жизнь в больших городах, уровень жизни в сельской местности ниже. Для лучшего качества жизни нам необходимо строительство и ремонт образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерских и акушерских пунктов, объектов социально-культурного назначения. Например, у нас есть программа «Земский доктор», «Сельский тренер». Им предоставляются выплаты при трудоустройстве в сельской местности. Владимир Владимирович, будет ли федеральная поддержка, либо программа по данному вопросу? И как можно улучшить состояние сельской жизни, ну, людей в сельской жизни, ай, в селе? Да, ну, во-первых, вы сами же назвали эти программы. Они функционируют, продолжаются и будут продолжаться дальше. Здесь и федерация вот по этим программам будет дальше поддерживать тех, кто работает и живёт на селе. Я очень рассчитываю, что и региональные органы власти будут делать свою часть работы, выполнять. Одна из важнейших составляющих – это жильё для специалистов разных профилей. Это касается и педагогических кадров, это касается врачей, и вообще медицинских работников. Жильё – очень важная вещь. Но что касается федерации, то здесь федерация тоже плечо подставляет. Я только что упомянул о сельской ипотеке. У нас по различным направлениям… Ну, во-первых, есть программа о поддержке социального развития села. Поддержка социального развития села. В целом у нас поддержка села, производство, она очень серьёзная, за 300 миллиардов далеко уходит, ежегодно практически. И в этом году надо выше, чем в прошлом году. Но есть отдельные направления. Ну, например, поддержка сельских школ, клубов. В рамках национальной программы «Культура» выделено отдельное направление по строительству и капитальному ремонту сельских клубов. Причём, кстати говоря, Башкортостан, по-моему, здесь сформулировал свои потребности. Потребности и заявка Башкортостана, по-моему, за 300 миллионов рублей. Так что в Башкирии, на селе вот эта работа точно совершенно будет продолжаться. То же самое касается, скажем, и школ. Это отдельная тема, отдельное направление. Мы будем продолжать ремонт школ и строительство новых школ на селе. Отдельная программа сейчас с правительством создаётся по капитальному ремонту и строительству новых школ. Где-то в этом году я просил увеличить количество капитально отремонтированных школ. У нас, к сожалению, 10% нуждаются в школах в капитальном ремонте. И даже есть, к сожалению, есть и те, которые находятся в аваритетном состоянии. Вот это всё будет приводиться в порядок. И не в последнюю очередь это касается и сельских школ. То же самое касается и библиотек. Ну вот, Радис, скажу сейчас по поводу вашей заявки. Потому что 350 миллионов, по-моему. Владимир Владимирович, мы очень большую заявку подали уже. 335 школ на капремонт. И у нас определённые преимущества, потому что у нас есть проекты. То есть вот мы сейчас уже с Министерством посвящения работаем. Программа очень востребованная, потому что у нас в республике 1304 школы, Владимир Владимирович. Очень много, конечно, маленьких таких сельских школ, которые построены в 50-60-е годы. И это очень-очень современная программа. И вот очень справедливо говорят об этом. Да, и эту программу мы должны завершить в течение пяти лет. Пожалуйста. Добрый вечер. Жигалов Дмитрий, директор медиа-сервис. Меня как предпринимателя интересуют, какие разрабатываются меры поддержки малого и среднего бизнеса, а в частности поддержка IT-сегмента. Например, сейчас в IT-сегменте есть поддержка разработчиков программного обеспечения. Скажите, будет ли поддержка производителей электроники, к примеру, аудио-видео или телекоммуникационного оборудования? Интересует в целом поддержка МСП и производства в частности? Да, вот смотрите, мы в ходе борьбы с последствиями экономическими, негативными последствиями пандемии приняли целый набор поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Но мне, наверное, нет необходимости сейчас всё перечислять, вы наверняка об этом знаете. Они все так или иначе были сконцентрированы на главном – на сохранении рабочих мест. И даже получение этих мер поддержки мы напрямую связали с тем, как организаторы бизнеса, насколько успешно они решают задачу сохранения рабочих мест. Но это вы тоже наверняка знаете, мне нет необходимости всё перечислять. Что касается IT-технологий, то в целом мы поддерживаем это направление деятельности как одно из приоритетных. Достаточно сказать о снижении налоговой нагрузки. Это тоже хорошо известно, оно беспрецедентно в этой сфере. А если касаться дня сегодняшнего, вот прямо сейчас, и сейчас принято решение, поскольку всё-таки ситуация с пандемией ещё находится в достаточно сложном положении, и ставит предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, в сложную ситуацию, правительство и здесь считает возможным и реализует планы поддержки. Например, для тех предприятий, которые в тех или иных регионах по решению глав этих регионов на какое-то время прекращают свою деятельность, ну, по эпидемиологическим соображениям, то это предприятие может рассчитывать на 0,5 ПМа или МРОТа, наверное, да, скорее всего, МРОТа. Вот за период простоя вынужденного на каждого сотрудника на определённый период времени. И хочу вам сказать, что правительство постоянно думает о том, анализирует ситуацию, анализирует то, что происходит в реальной жизни и старается внести соответствующие коррективы. Вы сказали о поддержке тех, кто занимается программированием. Программированием – это важнейшее направление, фундаментальное. Это то, чем мы гордимся и то, чего у нас не хватает. Потому что наши программисты работают в основном в ведущих западных компаниях. Они должны, конечно, работать здесь. Мы должны создавать им условия, мы стараемся это и сделать. Но каждый сегмент этого направления деятельности достоин поддержки. Будем делать это обязательно. Но нам нужно просто микроэлектронику свою возродить. Но это уже касается немалого среднего бизнеса, это касается крупных предприятий, которые могли бы обеспечить необходимого уровня продуктами и отечественную экономику и промышленность, в том числе оборонную, и эффективно работать на внешних рынках. Но это, конечно, отдельные задачи и отдельные вопросы. Прошу вас. Добрый вечер. Сулканаван Азамнатпин, инженер ПТО. Это событие, оно очень важно для нас и памятное. Поэтому прошу вас делать с нами совместное фото. С вами или со всеми? Со всеми. Хорошо. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо вам большое.